В старину на Руси люди жили большими семьями, помогали друг другу, младшие уважали старших, а старики малых жалели. Членов семьи называли домочадцами. Старший из мужчин являлся главой семьи. В ней совместно жили и вели общее хозяйство сыновья со своими женами и детьми. Они все вместе обрабатывали землю. Глава семьи распоряжался имуществом и судьбой каждого из ее членов. Воспитание детей в большинстве семей было трудовым. Семи лет мальчика брали работать в поле, начинали приучать какому-нибудь делу и учить грамоте, если была возможность. Девочки присматривали за младшими братьями и сестрами, помогали матери по хозяйству. Учились у нее прясть пряжу, ткать полотно, шить одежду, готовить еду. Семья — это люди, которые живут вместе, всегда заботятся друг о друге. Если раньше семьи всегда были большими, то сейчас есть семьи и большие, и маленькие. Мама. Сколько тепла хранит это магическое слово, которым называют человека самого родного, самого дорогого и единственного. Мама — это самый важный человек в жизни каждого. Она всегда любит и ждет своих детей. Только она готова принять нас такими, какие мы есть. Ей можно доверить любую тайну, абсолютно не боясь, что она кому-то расскажет. Отец является главой семейства. Папа — настоящая защита и опора своей семьи. Он сильный и смелый, добрый и строгий, заботливый и внимательный, мудрый и справедливый. Папы могут гвоздь забить, машину починить, накормить ребенка и даже белье постирать. Одним словом, папа — мастер на все руки. Кроме этого, наши папы — хорошие работники, строители и полицейские, врачи, водители и повара, плотники, учителя и адвокаты. Важную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки. Они дарят нам свою любовь и заботу. Нужно относиться к ним с пониманием и уважением, помогать им. Итак, семья — это самые близкие люди. Члены в семье объединяют любовь и уважение друг к другу, взаимная забота и помощь. Вы первоклассники. У вас началась настоящая школьная жизнь. Класс, в котором вы учитесь, тоже можно назвать семьей. Вы вместе проводите много времени, трудитесь, учитесь, веселитесь и отдыхаете. Поэтому нужно быть дружными и сплоченными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok